Доделан новый корабль. Это японский броненосец Микаса. Похож на броненосец Потемкин, но только у Потемкина было три трубы. Он был немного побольше и не такой быстрый. Вот такая вот детализация у него. Довольно-таки суровая детализация. Это чисто японская штука. Вот фотографии, профиль, фаз. А вот немного 3D-моделинга. Это тот самый Микаса. Он находится сейчас в порту. Это игра World of Warships, которая у нас называется иногда еще военные корабли. Очень удобно. То, что здесь можно вот так в порту посмотреть на то, каким образом покрашен, а в некоторых случаях и разобраться в детализации корабля. У тебя есть всегда перед тобой 3D-модель, очень удобная. И почти все корабли, которые я собираю в пластике, то есть пластиковые модели, у меня точно так же есть в этой игре. Посмотрим на то, как выглядит корабль в игре. Замечательно выглядит, очень красиво. Он идет по суровому северному морю, по снежинке. Он нацелится в добрый своих орудий главного калибра. Выглядит прекрасно. У него видно, что здесь несколько другая окраска. Есть полоски. А вот здесь можно видеть, как он расстреливает крейсер Шикума. Сначала 8-м минным калибром, затем целится главным калибром в крейсер. Он стреляет, попадает. И с второй божьей выстрел Шикума погиб. Чем знаменит? Ну, наверное, тем, что был, во-первых, флагманом во время русско-японской войны. На его счету несколько русских броненосцев во время Цусимского сражения. Чем еще знаменит? Тем, что сам по себе, ну или в результате какой-то диверсии русских, взорвался в 1905 году в гавне Сосеба. А потом только в 6-м году его из-под воды вытащили. И что самое интересное, до сих пор этот товарищ броненосец жив-здоров и является кораблем-музеем в Нагасаке, по-моему. Субтитры создавал DimaTorzok